Манчжурцы Абрикосы аморских сортов Но вопрос принципиальный Потом Когда приедет Илья Александровна К тому времени Покраснеют абрикосы Многие покраснеют от стыда Потому что они занимались Небрачными Беспорядочными связями И теперь это уже не манчжурецы Черт не что А рядом аморы И получается что теперь это и не аморцы И не манчжурцы А получается что Ответ если коротко туда Годятся Если черенки у меня закажут Они годятся на подвой Так как они уже не чистые манчжурцы А и у них есть гены более культурных Вот Хотел сказать Ну а вот так вот Чтобы вам тут десяток фотографий Я уже боюсь Так идем дальше В этом году жду Один плодов Ну видимо не один Видимо Может десять плодов Может пятнадцать Плодов Выращенных и скотчики Конечно размеры не очень Поэтому хочу завести все Сады роскошные сорта Так вот Гражданин Карбунов Я Все время забыл Надо бы посмотреть откуда вы Раз заказывали адрес есть Ну не помню на данный момент Поэтому говорю Помните Этот Климатические зоны Аж целую эту Мы с вами карту разглядывали Да Вот Нужен Микроклимат Что такое микроклимат Ну Я уже про это рассказывал Это вся европейская Россия Там где Там все таки Гольстрим чуть теплее Вот Там главный враг будет сырость Так А роскошные абрикосы Вырастить Вполне возможно В одно время Вологодский абрикос Прославился Прославился И видимо Я не знаю его историю Он так и пошел Отдельной строкой Вологодский абрикос И видимо Вологден плодоносил Я сейчас А потом он исчез Ну кто-то скажет Да вон у меня есть Но это у тебя есть А как раньше Во всей области Его нет А раз его нет Я пытаюсь понять почему Я уверен Что он был убит Посадками в углублении Вот Потому что Я говорю Я знаете Когда начал печататься Газета Толок Белорусская газета Но выходила И в России И на Украине И в Казахстане И Белоруссии Многие знают газету Это очень крупная газета И вот там была Фамилия до сих пор помню Но не скажу Под пыткой Неудобно Вот Солнечный абрикос Наполовину толстая Такая знаете как Как Ну как Не Не Четыре страницы А там больше Толстая такая Вот И там на половине Под названием солнечного Про абрикосы было все И главное было сказано Что у них Очень слабая корневая шейка Она легко гниет И рядом была нарисована Ямка И с бордюрчиками Еще даже было написано И еще И высота бордюрчика была указана Стрелочки 15-20 сантиметров Ой нет 10-15 Вот Все было сделано Чтобы мы Посмотрели Облизнулись Посмотрели на фотографию Захотели вырастить И тут же смертельная ямка И так далее И того Вот В других источниках Вы помните Значит 2-3 Это Дикость 2-3 полива за лето Но какие Как до 3-х метров Это Промокла почва Не имея понятия Что там под землей Творится Ладно Получается что Шансы у вас есть Вот Слово роскошное Это моя фраза В науке нет такого слова В науке есть крупноплодное Мелкоплодное Вот А роскошное я придумал Вот вы захотите Рискнуть Рискуйте Рискуйте Вот Это замечательно Если все выполнить Как у меня До сих пор И еще ребята Мы же как Как на фронте Последние сфотки До сих пор Идут дожди Почти каждый день Как началось Никогда такого Сорой весны не было Не было Не было Не было Да устаточная прохладность Климат явно Петербургский Явно Вот даже не сравнивая Ежегодно То есть ежедневно Можно сказать Нет у нас жары Это Я до сих пор жду с интересом Когда появится Хоть одно Пятнышко Особенно там Где они должны быть То есть на грушах И на абрикосах Когда они появятся Ну про яблони Уже не говорю Вот Для них это Вот я под Москвой Нагляделся Ни одного здорового дерева Не видел Ни единого Но они были все изувечены Все Все сотни Что я видел Изувечены Изувечены Вот такие дела И все плесенью До верхушек покрыты С этими деревьями Работают эти самые Дачные фии Да Телеканалы Они не знают Что они больные То есть Это самое Они как делают Нормально Ну мы сейчас берем щетку В одном случае Мне часто приходится Стучать по дереву В другом случае Содовые растворы мыть Ну Что с них взять то У них есть этот Редактор Вот Садоводы Блин Ладно У вас есть шанс Вырастить роскошные сорта Так Тему груш Сегодня я ездил И смотрел Привык Сделаны с ваших членов Нарядные фильмы Надички Вот Ну сейчас самое главное Смотрите Для чего я взял Это письмо здесь разместил Алексея Смотрите Геном ваших груш Пошел гулять по просторам Рожанской области Это Ну Как сказать Приятно когда Уже я не один такой Не совсем Но Нормальный Ну и не один А вы знаете Когда много ненормальных Это становится нормой То есть все наоборот Вот так вот Теперь Решил Еще с помощью Привык о культуре дички Хе-хе-хе Хе-хе Алексей Окультуривайте Только я сразу скажу Почему я выделил это Очень Очень легко работать с косточками Я так удивился Вот Очень легко работать Вы можете Из десяти косточек моих Сделать десять сортов Я не оговорился Допустим Не десять этих самых И не просто окультурить А именно со рту Вот Потому что Нет Не буду говорить Опять Чужой город Камни кидать Вот А вот с этими Труднее Можно Вот Правильно Вы саму суть уловили Окультуривайте Но это дело нелегкое Теперь Если зайцы Зиму сегодня пожрут Вот Тема зайцев Она очень болезненная Я Меня Когда-то обозвали Великие гуманисты Но я действительно За деревья заступаюсь Один на всю планету Вот Для всех это так Выпиливание лобзиком Фанеры Примерно то же самое Вот А здесь Получается Так У меня опыт Мне Стыдно Не стыдно Вот Но вы понимаете Что вы посадили сад Весной пришли Сада нет Так Вот Что чаще всего Случается Особенно Если там Ну просто Знаете что такое Дачный сад Зимой там могут И Кабаны Жалуются И на кротов Жалуются И на этих самых Даже На лосей Жалуются А уж про зайцы Вот Ну У меня зайцы Сразу Это Когда на острове сад Был цел До пожара Зайцы тоже Добрались Ну я старый охотник Сейчас наиска У меня деваться было Накуда И денег лишних не было Ну стыдно Говорительно Сторож этот Бомж у меня был Вот Я петли поставлю Он на другое утро Зайцу поснимает Шкуры сдерет Кормит собак И сам ест Вот И все Отучил я зайца Вот Так вот Так вот Говорю как есть У вас Многим будет такой же выбор Разводите руками У вас сада не будет Или забор Жалейте зайца Делайте нормальный забор Вот Теперь Для меня Вот это то что Написал Алексей Это праздник Мой личный праздник Вот он пишет В Челябинске Временно Прекращена Традиционная Весенняя процедура Побелка деревьев Заметьте Временно Это сделано за некое Ограничение Оно признает Вред Который Иисус Причиняет растению Об этом После аппаратного Совещания Рассказал мэр города Владимир Илюстратов Вы знаете Когда попадаются Такие люди Это редчайший случай Возможно Единственное всю страну Я о нем рассказывал Когда я возвращался Это самое Еще расскажу Не раз Вот И в Челябинске Я про это говорил Побелка деревьев Уж дикоросом А речь всего В данном случае Дикоросы То есть то что Вы сидели На этих самых На улицах города Это дикоросы Так Вот Некультурные Вот Я вот мэр города А я допустим Президент страны Я бы тут же его назначил бы Этим самым Именно его бы Я бы назначил бы Министром сельского хозяйства Всей России Вот Почему? Потому что Нашелся же хоть один-то Это Посчитать Сотни Миллионов Деревьев Уже не побеленных Покрашенных И это дурь А ведь Как-то понимаете Мы как-то в стране дурако Живем Вот А вы знаете Кто их берет? Их берет эти Дворники Берет Пока мы спим А помните Я вам рассказывал Про классика Который Которого Роман отказывался Печатать этот самый Цензура Потому что он Начинался словами Еще не наступил рассвет А в стране дураков Уже кипела работа Вот И вот нашелся человек Который не дурак Видите? Я не знаю Имею ли я к этому отношение Я про это уже 20 лет толдычу Вот А тут пожалуйста В Целябинске Временно Временно Ну хоть так А ведь это же кто-то Должно назовут Ну нахренам мы это делаем Это Ладно помогло Я вам потом еще пострашнее Вещи расскажу А это вот Я как раз Возвращался Это я Прокопьевск проезжал На десятках Километров Эта дурь Сколько они денег Украли Попробуй сосчитай Никто ж каждое дерево Не считал Целые рощи Красили Красиво А вот это вот Абакан Я как-то мельком показал Этот снимок Никогда Сказал Разгорелся 8 гнезд грачей Думали что вороны Вот И спилили А спилили знаете почему Не потому что Деревья Опасны Они опасны очень Нет Они на машины гадили Поступили жалобы Владельцев машин Что гадят на машины Ну спилили Когда увидели грачей Кого-то наказали Сказали Ой извините Мы не думали Мы не знали что это грачи А народ то видит что грача то тут валяются Мертвые и полумертвые Вот это наша действительность Но это еще ладно Вот Дурь да Это сам Вы знаете какая красавица Это Сосна Представляете что с ней сделали Это наша Советская дурь Ой советское Советское время Ну перешедшее Советских времен Вот А вот это вот так вот ждут когда Вчерашние сводки Из фронтов По всей России Это Страшные Ураганы По всей России Назвали около десятка областей Вот Раздавили девочку нас Покалеченные люди Ну в каждой области отдельно Но еще не любят рассказывать На самом деле Все страшнее Когда С крыши летит шифер И калечит детей Вот Ну а я тут уже подробно не буду Так деревья Отклоняются Когда им не хватает Солнца Света А потом Отклонившие становятся Опасными Почему еще вот это Опасно Я вам чуть ниже покажу Вот Вот это наш уровень Так называемого Участка озеленения И Тех кто Садит Садят волонтеры Знаете как садят Вот Я потом покажу вам как Фотографию Полметра Выкопали яму На дне полметровой ямы Посадили садится Это называется Ямка для углубления Ну Не имею Ни малейшего представления Вот Ну что вот из этого вырастет Это мой двор Мне снимок Соседний двор Мне снимок знаете чем нравится Когда вы Это как бы учебный снимок Не только дурь наша Что у нас вот так вот Деньги на это выделяются За каждые деньги платятся Вот А чисто если брать Учебу Обратите внимание Что стоит Дерево отклониться Я почему против Насильственного отклонения Вот Оно все равно Начнет расти вверх И все равно Оно будет нормальным деревом Почему Потому что деревья Растут к солнцу Вот И не к западу И не к югу А к солнцу Это просто Мне повезло Что Я критиковал одно Вот эту дурь Вот Ну это повезло Городу Случайно Одна из сибирок Это Выжила Вот И Выперла из под земли То есть Это Ее не садили на холл Нет Никому голову не пришло Вот Город такой же дремучий Савиногорск Как все Просто корни Увеличивались в размерах И она Приняла форму Защищающую Ее От Сгнивания То есть Холл Это один пример Дерево спаслось Но чаще не спасается Вот Вот эта дурь Еще одна Я не могу остановиться У меня жизнь такая Судьба такая Скажите Вот видите На дальнем плане Растут деревья Так До него руки не добрались Вот нормальное дело И вот эти деревья Были точно такие же Они не мешали движению Я Это мой двор Вот слева Мой дом Вот тут Маленький скверик Вот за каким Хреном Я уже прямо говорю Было делать Кто-то считает Что вот эти Круглая форма Шарообразная Это красиво Для меня это дикость Вот когда в школе Детям будут показывать Вот такие же рисунки На уроках И говорили Дети Наши предки Были Они не видели Настоящей красоты Поэтому Они считали Что геометрические формы Это красиво Вот И Калечили кроны Делали дурную работу Вот видите Побелка Эти не успели Руки не дошли Это соседний двор Тут один дворник Там другой Тут дворник побелел На хрена побелел Вот спросите его Ему приказ дали Кто-то С тех пор как Перестали смысл понимать Что это обеззараживание Да Вот Понимать смысл Кто-то говорит Красиво Вот в природе Вот этот цвет Он оказывается не красиво Вот побелись в белый Красиво нарядно И вот они Вот эта доль Прямо светится Вот Потом вам покажу Вот здесь уже недавно Вот посидели прямо тут То есть Скверик засажен А вот эти то зачем А с этой стороны Знаете как все натворили Вообще Спилили Все рощу Тут дети играли А знаете почему Вот в этом возрасте Эти то ладно Они уже не опасны Вот Их вначале Не просто Их вначале Сильно спилили То есть фактически всю крону Потом она обросла Вот так же начало все Безобразно расти И теперь Им каждый год Передают швеобразную крону Безопасно А с этой стороны я показывал Видимо Вообще спилили И когда я спросил Зачем 15-ти летние деревья Спилили Они сказали Они опасны Внутри гнилые Почему гнилые Мы проходили Это тоже мой двор Кто-то красиво посадил Видимо привез с дачи Это китайские сливы Замечательно Цветут Но посадил неудачно Тот К кому заслонили свет Начал с ними бороться Это я к примеру Это учеба Вот она Это она и есть Смотрите близкий план Вот Ее Несколько раз Спилили Это Знаете почему Она Тут всегда Малоснежная В городе потеплее Допустим из-за города Я помню Было 44 В городе было 38 Да Разницу Почувствовали Вот В городе В городе Греет А дома тепло идет Тут Может вообще 35 было То есть Ей по барабану Она каждый год светется Вот Но главное Я ее использую еще для чуши Насколько она выносила Ее убить невозможно Как ее Видимо Кто-то из злобствующих Вот этих Вот Скорее всего Тут живет Хозяин может тоже Можешь жить Кто посадил от души Да Ну загородил окна Как Слышу сколько лет Но для меня это не более чем Как сказать Экспонат Как музей С одной стороны Дури А с другой стороны Сколько она вынослива Попробуйте ее убить Почему Потому что это Китайская слива Еще ее называют Уссурийской Если вы Вот Вы можете ее называть еще Хасанской Можете ее называть еще Как угодно Но это Есть еще несколько названий Ну Привязанных к местности Вот Ну что Интересно же Это никто не видит Вот во всем Соединогорске Только я слежу за ней Потому что люди заняты С разными делами А у меня крыша съехала Именно на этом Теперь Вот Если я к этому давно готовился Эти снимки давно заготовлены Сейчас мы сделаем так И 5-минутный перерыв Я пошел греть чай Говорю без перерыва Потом мы Начнем Самое страшное Говорить Оно касается даже дач Вы не видели дачу за это самое Чуть и не заасфальтированное Я видел Вот Но главное Это не это Мы здесь живем Здесь убивают наших детей Вот Вы уже нам догадались Откуда эта дурь Это вот Враган Сейчас я на кухню И продолжим Может быть тема мрачная А хорошего Чего хорошего-то? Вот Если бы еще лет 10 назад Какой бы праздник Я устроил бы Ребрику и всем Ой, Господи Какой бы праздник Что творилось это? Какие у меня клоны были Ладно Не буду о грустах Потом придется В ледол пить Кстати в этом году Я удивлю Сыновья манджурских абрикосов Вот Выражай такое Что ветки уже склонились до земли Посмотрим что будет Уже боюсь что начнет разваливаться деревья Пошел на кухню Кормат Пошел на кухню Мощный Мощный Уже 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 Мощный Наталь Рис Поехали Продолжение следует... 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 Когда, например, Хазанов, по-моему, шутил, что я инженер, иду ночью, меня бандиты останавливают, значит, давай меня грабить, а у меня не копейки, они так удивились, где твои деньги, а так я же инженер, так бандиты так расчувствовали, что даже мне денег дали. Вот это да, а почему у нас инженеры без денег, и почему это? Потому что если в Москве якобы ребрик подтвердит нет, но это все идет из средств массовой информации, брусчатку каждый год ложат, вот она брусчатка. Кстати, по-моему, это довольно дорогостоящая вещь, зато кто-то 70 копеек из рубля заберет себе в карман, вот, или цветы многолетние, не знаю, как Александр Васильевич отнесется, но не я придумал, я уже про эти цветы целые фильмы снимали, люди, так сказать, еще не это самое, ну, у которых еще есть смелость, честь, совесть. Вот, показывают, цветы весной посадили, к июне они отсвели, их выкопали, второй раз посадили, ну, естественно, садили таджики, вот, к осени они опять отсвели, третий раз, а сразу посадить многолетники, зачем, тогда вот тут три раза можно украсться, там всего один раз, если многолетники, вот такая жизнь. И вот здесь глупая жадность, перемешанная вот с этим, с невежеством, потому что если бы не было вот этого вот брусчатки вокруг, это дерево бы жило бы и жило бы, и не убивало бы людей, а у них много недостатков, и вот растили высокоштамбовым, вот, а высокоштамбовые деревья, они хрупкие очень. Это же рычаг Архимеда, дайте мне рычаг, я перевернусь в мир, вот рычаг далее, дерево хана, вот, его легкий ветерок может сбить. Дальше, вот, дальше рассказывать, показывать, я вот этот снимок почему выбрал еще. Вот этот и самый случай, когда газоны стригут, а потом все вычищают. Вот эти деревья, они больные, они колодные. Вопрос времени только, когда упадет и на кого упадет. Ну, а то это самое. Значит, есть такая большая статья, и она, по идее-то, по идее-то, вот, жалко, опять сегодня не все успею рассказать. Вот, вот, сейчас, дело в том, что я оттуда взял из той статьи только вот этот вот абзац. Вот, ну, ладно, я передумал. Так, там огромная статья, так, и тоже пара фотографий такого же типа, какие, какие я это самое, жалко, уже сюда влез. Так, 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 нет, пожалуй, сейчас вернусь обратно. Долго будет, просто поверьте мне на слово. Просто поверьте мне на слово. Так, я вернусь обратно. Вот, смотрите, из той статьи огромной я взял только вот это. Хотелось бы напомнить, что дерево представляет собой очень сложный живой организм, на продолжительность жизни которого оказывает влияние много факторов. Только специалисты, имеющие фундаментально специальное образование, имеют полное право с горстью называть себя профессионалом. Но дело в том, что я не согласен с этой статьей, чем? Все, что там мне говорилось, в том числе я вот упоминал все, это все потом. Главное, что надо было, есть такое понятие длинномер. Принято считать, что чем рослее саженец и чем он взрослее, не только рослее, но и взрослее, допустим, 3, 4, 5 лет, тем он, когда приживется, уже будет готовое дерево, готовый сквер. Вот именно у этих деревьев внутри образуется с момента посадки, вот Александр Алексеевич еще слышал про это, когда я в Москве лет 8 назад читал вебинар свой, проводил семинар, вот, и с тех пор и до сих пор. То есть саженец, если не будет соразмерность корней и кроны по величине, значит, растет инвалид калека. Внутри с момента образования дерева начинается гниение. Оно, кстати, корней касается. Вот выворотило дерево еще и потому, что корни не держат его. Кстати сказать, вот я опять отвлекусь, но я все время забываю. У меня столько тем, я уже, ну, еще несколько вебинаров у меня готовых. Вы что, не боитесь? Не пора ли сказать заткнись железом? Вот. Но тогда можно просто не включать ящик. И вот получается, что, вот один пример, только один пример. Вот человек, которого считают современным, там, мечуриным гением, придумал вырастить у груши корни карлики. Так. А я советский человек. В советские времена где-то еще юный те... Нет, не тех юных. Юный натуралист я еще читал. И где-то в те времена я, школьник, прочитал фразу. А мне такие вещи почему-то вырезаются на все. Знаете, как она звучала? Цитирую буквально. Это с моим памятью. Вот. Я сегодня голодный, опять забыл это самое. Был в деревне, забыл там еду. Все забываю. А тут, а фраза такая. Значит. На Руси истари не любили груши, потому что они падали при первом же ветре. Не при первом, но, в смысле, имеется в виду, при сильных ветрах. Вот даже так, даже не любили. То есть, посадил грушу, растел, растел, дождался урожая, бах, она на боку лежит. Вот, что такое груша. А почему? Ну, у нее есть недостаток. Как бы сказать, не недостаток. То есть, у нее стержневой корень. Вот уже ясно почему. Его легко переломить. А вот представляете, если бы раскинул лапы, боковые корни, да поширше, поширее. И не упал бы. Вот видите, куда меня уже занесло? Садоводство. Вот. А почему здесь я своего внучка показываю фотографию? Потому что он настолько любопытный. И это случайно. Ну как? Я фотографировал. Посмотрите, как он снимает насос. Вот с этого возраста мы их приучить должны. Что каждый из них должен посадить дерево. Не срубить, а посадить. Вот это. Читайте, я даже комментировать не буду. Президент посмотрит фильмы с такими помощниками. А ну мелки-палки. Так, ладно, пойдем дальше. Валерий Константинович, здравствуйте. Здоровые сады. Несовместимы с денежной системой. Смотрю ваше вебинаре. Заметил очень много времени сил тратить на то, чтобы вразумить тех, кто учит убивать сады. И тех, кто не хочет выращивать деревья, хотя должен это делать. Я в свое время тоже много тратил сил на подобные занятия, пока не понял одну очень простую вещь. Все технологии для улучшения жизни нужны чиновникам, ученым, СМИ и всем остальным, кто зарабатывает деньги на народе. Мало того, что они им не нужны, они им категорически противопоказаны, так как они угрожают их доходу. Вот шевер, да таверны. Вы знаете, я не могу понять. Вот, в советское время, я студент, у меня 35 рублей была стипендия, рубль стояла большое ведро с картошкой. И картошки это было море. Все колхозы этой картошкой занимались, и это лишь бы продать. Сейчас у нас картошка лежит из Египта, вы представляете? Из Египта. Сколько денег стоит переслать ее перее... Вот. Это когда я к эту картошку... Вот. Ну, тут уже я виноваты, не чиновники. Ой. И вы, Валерий Константинович, такие, как вы, для них враг номер один. Не, они не считают меня врагом номер один. Они просто про меня не знают. Так. Ну, дальше все понятно. Ученые никогда в эту сторону смотреть не будут, потому что получат пинка под зад. Не, а тут другое. Вот. Вот. Приедет Елена Александровна и расскажет. Я спросил, спросите, сколько они там зарабатывают. Я боюсь, что цифры, которые она назовет... И сейчас, если она меня слышит, она, по-моему, меня слышит. Ну, знаете, сколько? Пусть таким путем. Пусть у нас... Я очень не популярен, да? Вот. То есть мало просмотров. Ну, все равно. Помните, когда это прямая линия? Врач получает 20 тысяч на половинке экрана. На второй половинке экрана министр говорит, что 70 тысяч. У нас дело в том, что ученые, конечно, сами себя загнали в такой угол. Почему? Потому что я не могу понять, почему вот эти все 10, 20, 30 агроприемов, все они направлены на уничтожение деревьев. Можно меня обвинять в чем-то, говорить, ты экстремист и там это. Ну, и ни одно же, ни один мой пример, ни один мой это самое. Прием, он же ни одно дерево не убьет. Я тебе говорю, не трожьте дерево, не подходите с секатором. Разве оно от этого умрет? Это вот все тоже, когда человек персик, да? Одно дерево дает 200 килограмм с лишним. Мне это немыслимо, мне железо. Я в Сибири живу, так и только покушать удается. Немыслимо. И говорит, ну, что мне делать, кого мне слушать? Или вас, или те, которые говорят, если я сейчас не отрежу нижние ветки, дерево будет погибнуть. Да ну, что ты будешь делать? Ой. Обычное невежество. Не тратьте силы и время, в большем случае вызовет нападки. Но дело в чем, если я буду молчать, у меня будет инфаркт. Вот и все. Спасибо за это письмо. Спасибо. Теперь насчет подарить семена саженца. Я заслуживаю, подарил десятки тысяч семян. Я заслуживаю, подарил не сотни, а тысячи саженцев. Вот. Дарил это самое, школам дарил этим самым, церквам. Так что, пожелание хорошее, но я его выполняю. Да, страшно. Знаете что? Это когда школам это не надо. И церкви не надо. Вот два этих наших, так сказать, общественных института, церковь и школа. Как они нужны? Ну что, поговорили, дальше. Паразитное звенье что-то есть. Знаете, какое паразитное звенье? Абсолютно не нужно департаменту сельского хозяйства. Вот. Они же даже не знают это. Вообще ничего. Ничего. Ну. Потом прочтите это письмо. Письмо умное, толковое. Кто бы спорил. Видите, нас мало. Спасибо, Александр Валерьевич, за такое письмо. Вот это одна из моих публикаций. Вот. И я бы не стал вас сейчас с ними знакомить, с этой публикацией. Может быть, два-три человека из вас и читали. Так. Дело в том, что это стало главой книги. Просто стало главой книги. Потому что вот это надо будет прочитать. Это очень интересно. Это поучительно, да. Вот. И не стал бы я. Ну, сказал бы, ну вот, как книгу у меня. Купите, и я заработаю. И вы это что-то о путнем знаете. Вот. Но не смог удержаться. Вот. Дело в том, что понимаю ученые, понимаю нищета, настоящая нищета. Но ставить палки в колеса. Вот. Видите. прошли годы. Выслал несколько материалов. Редакторы, видя, что я пишу, вроде бы убедит, но наоборот. На всякий случай отправили их на лицензию известному садоводу, доктору наук. Озвучил эти ответные письма и фамилию авторам все это, и они имеют морально право. Это было рукописное письмо, и не мне, а этому самому научному редактору крупнейшей газеты. Он взял мне его, переслал, ну, надеюсь, видимо, на мои эти, на мои моральные устои, что я не стану его публиковать. Странное письмо, рукописное, переслано мне, в ответ редак, храню для потомков. Когда-то же придется все это самое. Цитирую выборочно. Это из письма доктора наук. Его железо о попытке повысить моральностойкость южных сортов прививкой населиться Сибиркина вряд ли будут успешны. Вот все. Все. Приговор. Стану после этого не печатать мои статьи. Нет, конечно. Мы же не знали, что нельзя. Ладно, проехали. Вот привыка на Сибирку. Вот это не успех. У него, наверное, лучше обрековое яблони. Второе. Навизна железоуклонного селекция мне непонятно. Вот. А я пишу. Каждая почка неповторима. Знаете, почему я так написал? Вот. Не только вот поэтому. А дело в том, что у меня, как сказать, я был юношей, то есть молодым садоводом. Даже, ну пусть у меня было 40 лет, там 50. А я же еще. Как садовод, я молодой. Я-то думал, есть почка ростовая, есть почка цветочная. Я не знал, что есть почка комбинированная. А комбинированная почка, это значит, что у нее уже есть возможность подстраиваться под климат. Правильно? Вот. Но это уже отдельная тема, ладно. Но раз она комбинированная, значит, там есть половые клетки. А потом я убедился, что любая почка является комбинированной. Это уже потом. А пока просто иногда получалось. У нее одной почки и плод, причем полноценный, и ветка полноценная. Вот. Ну а потом что? Потом, значит, это... Смотрю. Да я рассказывал об этом. Все ветки мертвы, одна живая. Вот вам и это. Значит, у нее почка, с которой она была, она была особая. У нее была наиболее максимальная приспособляемость. Без всякой генетики. Просто отбор, отбор, отбор. Ладно. Вот это меня шокировал, вот этот пункт 3. Он меня убил. Доктор Нук пишет. У меня из 14 сорта форм абрикоса за 8 лет ни один не дал подой. Постепенно зачахли и погибли. Вы представляете, какой довод? Это перечисляю. Вот пункт 3 и так далее. Чем он не согласен с железом? Вот. Вот так вот. Это я душу отводил. Про это я тоже вам рассказывал уже однажды. Вот. Это я говорил, что однажды вы феи. Я уже фамилии не называю. Столько я уже трепал ваши фамилии. Феи из телеканала Байбер. Какие вы хрен феи? Вот. Оставьте вы покой этих самых существ, которые превосходят вас по уму. Вы не годитесь быть солдатом. Да еще безупречным солдатом, который жизнь отдаст. Вы не годитесь быть этим самым, вот как здесь, ткачом. Это дом ткут. Настоящий дом и настоящие ткачи. Вы не годитесь построить дом из этих ста миллионов муравьев. Вдумайтесь. В который ни одна капля воды не попадет. В который мы абсолютно идеально выверены все ходы. Эти, вентиляционные. Где нас для ста миллионов муравьев прокормить. Там под землей. Под землей. Запомните, которую вы так ненавидите. Там огромные фабрики. Там заводы. Там все. Там весь цикл идет. И все это в содружестве с деревом. А? С вашими лопатами и вашим уксусом. Вон, видите? Я сам бы не поверил, если бы это специально в фильме не смотрел на тему. Так. Ну, ладно. Здравствуйте, Олег Костинович. Мой первый опыт по прививке растений. Подскажите, пожалуйста, нормально, что ниже прививки вылазят листочки? Заранее благодарен. Ну, как вам сказать? Нормально, ненормально? Я вам уже раз показывал. Но потом раз и опять приходит вопрос. Я говорю, ну, отвечу на вебинар. Итак, два варианта. Вот здесь листочек маленький, миленький. Вот это прививка. Моя прививка. А вот он вылез из подвойной. Его только чики нету. Все. Вот. А вот то есть наоборот получилось. Вот эти все три ветки подвойные вылезли. А самая прививка, это тоже у меня. Кстати, видите, как корички торчат. Это прокол мы. Полили, корички вылезли, не заметил. Но ничего, с ним годится в качестве учебного. Итак, уже можно считать, что он не состоялся. То есть, теперь надо отвязать, вытащить отсюда этот самый, практически мертвую прививку, торец замазать. И пускай растет, потому что это косточка под названием сыновья. Не косточка, а уже вот это получилось. Пусть не привитая, но я их называю полукультурные. Хотя, если у них сладкие попадаются, чисто сладкие. Вот. Это ваш шанс. Потому что уж это, зараза, никто не убьет. Ой, слово-то какое. Это прекрасная растенница. Никто уже не убьет никогда. Так. Хочу рассказать о своих ошибках с грушами. Это Тамара пишет. Купили дачу, росли две огромные груши. Урожай большой, но по вкусу нехти. И мы их убрали. Это говорит о том, что груши все могут. Вот. Потом я своими руками, видимо, загубила три молодые груши. Когда она за ним... Россия занималась их формировкой. Обрезка, до которой доходили руки, где-то в июле. Так. Я сколько раз обещал руки попробовать. Еще хотелось на них привить другие сорта. А может где-то еще добавить подопривание. Тот год они погибли целиком. Последняя моя молодая груша росла. Неплохо. Но мне захотелось и на нее привить что-нибудь. В шестнадцатом году мы Железово еще не очень хорошо изучили. Я привил весной черенок на конец ветки. Очень важное письмо, ребята. Он вроде прижился. А весной семнадцатого года оказалось, что вся эта ветка погибла. Правда, дерево взамен чуть ниже, но с этой же стороны, выпустило пучок новых веток. Вот такая история. Больше груш трогать не буду. Посылаю фото этой груши. Ребята, этому снимку цены нет. Лучше бы он был, конечно, еще бы поярче. Во-первых, не обижайтесь, Тамара. Ну, вот вы на концах сделали прививку. Вот скажите, если взять дерево, оно растет, растет, растет. Это основное. Здесь будет, допустим, сто яблок. Ой, сто груш. В лучшем случае одна будет тут, одна тут. Если будет двести груш на прививке, ну, в лучшем случае та же одна, но две. Скорее всего, не одна. Вот если уж прививать-то надо было, ну, наверное, вот уже вот здесь прививать, и то шансов мало. Ну, какая часть урожая дадут, если вот тут привить, тут привить, тут привить. Учитывая, что основное дерево здоровое и собирается плодоносить. Ну, один процент. Ну, несколько штучек здесь повисит. Шансов обломаться продолжаем. Тоже много. Они не вертикально. Помните, я учил вертикально. В общем, вот эта вот прививка, чуть ли не кончики, даже в середине, даже вот когда она горизонтальна, даже здесь, одна из многих веток, это, я считаю, не годится и ненадёжно. Вот и всё. То есть, это, сама вот такая прививка, ну, нельзя это так прививать, ну, нельзя. А так, как сказать-то, это вот, даже вот с чем бы сравнить-то? Даже сравнить-то нечем. В общем, если прививать, то мощную скелетную ветку, если вы хотите, если что, пробовать что-то. Теперь, вот это меня волнует. Вот это вот, от вас, от корней пошли, ниже пошли вот эти ветки. Возможно, это результат того, что вы тут пообрезали, они тут же дерево останавливаются. Скорее всего, вы упоминаете обрезку, возможно, что-то было раньше, и резали. Вот, дерево в таких случаях, когда или подмерзание, или отрезанное искусственное ветки, начинает просыпаться, причём, как правило, ниже, как правило, запасные ветки. Их задача восстановить крону и спасти её от того, чтобы её вот так насквозь пронизывал дождь. Об этом до 21 века не знал ни один человек на планете. Вот так дождь не имеет права её пронизывать, для этого загущение существует. Когда вы осветляете, вы фактически загущаете. Просто вы загущение позже, и ни один специалист, который считается специальным, не связал осветление дерева, помните, что баленок пролетал, не задев ветки. Вот, тогда якобы луч света на каждую оставшуюся ветку упадёт, а это и высшее замерзание, потеря морозтойкости, это болезни, это грибы и загущение. Вот этого почему они не видят? У вас дерево пошло на загущение. Ценейший снимок. Причину, я говорю, или подмерзание, это чуть-чуть стимулирует, что обрезали маленько. Ну, правда, судя по всему, причины всё-таки не вот эти прививки. Сильно малого отрезали. Вот, а здесь получается так, что сейчас проснувшиеся ветки, вот эти, неполноценные, видите, они сразу начали болеть. Для этого тоже есть свои причины. Вполне возможно, что они здесь подопрели, учитывая, что ясно, что дерево уже не новичок, значит, оно уже под снегом было. Уже вот это, это уже могло подопримать. Раз. Вот. Потом, это ветки, они хоть и ветки замещения, хоть и пытаются дерево спасти себя, но ветки, которые вылезли из невидимых почек, так называемых. Потому что почек нет. Просто любая клетка, и клетка в данном случае коры, клетка коры, она способна вырасти даже в самостоятельное дерево. Помните, сколько микроклонирования без уважения, правда, отзывался. Она может вырасти ручки, ножки, крону, корни. В данном случае корни им не надо, а крону вырасти может. Они уже менее полноценные. Я ещё по этой же причине говорю, ради бога, ну не режьте вот ради обрезки. Так. У нас растёт две сливы. С самого начала один чуть-чуть жарит ручь. В этом году почки дружно набухли, стали распускаться листики, но на более крупные распустились, несколько цветочков расцвели. А вторая чуть меньше, на косточках распустились листики, и всё, всё рассмотрим, вялые стали, как будто от отсутствия влаги. Думаю, может, с осени с компостной ямы перегнуть, повсюду скоро сыпали под деревья, сыпало. Может, засыпало корневую шейку. Вчера всё отгребла. Кажется, даже от росточки, именно от шейки шли. Я их нечаянно сломал. Очень хочу помочь кустику. Ну, что я скажу. Отгребли. Вот. Система железоводействует. Отгребли. Вот у вас, значит, это. Уже есть шанс спасти. Да. Сейчас, наверное, пишет вам пол. Знаете, я что сделал, да? Александр, сейчас я прочту, потому что я люблю такие письма. Заметьте, я убрал ваше имя отчество. Я убрал, где вы жили. Я убрал всё. Вот. Александра у нас, это, миллион, наверное, а может, несколько. Начиная с, это, Александра Сергеевича Пушкина. Так? Вот. Поэтому, извините. Но я не мог. А, по-моему, вы мне разрешили. Я вот только убрал лишнее, но эти не убрал, так сказать. Эпитеты. Пишет вам полный дурак. Идиот. А помните, как я себя ранее называл дураком или идиотом. Так что мы с вами, у нас пока. Со всеми матерными придачей словами. Свой адрес. На всё сотворил собственными руками. Пинять не на кого. Когда-нибудь по ноптику будет специальной. Уже с чёртых год занимаюсь природным земледением. Земли не обижаю, не ковыряю. Пенсионер. Живу в интернете, огородничаю. Изучал опыт разных огородников и их видеосеминары. Вы знаете, почему здесь? Многоточие, нет? Догадались. С огородом всё вроде нормально. И решил взяться за сад. Те-те-те-те-те. Урожая хватало. Годами даже компост носили. Считай внимательно, ребята. Это все касается. Но деревья оказались высокими, густыми. Плодов не достать. Дальше идёт несколько срочек. Знаете, как я это называю? Идиоматические выражения. Это новостное слово. По-русски перевести. Ну, практически мат. И чаши выпилил. И всё под солнце подставил. И вентиляцию, как рекомендовано. И воробей пролетает, не задевая веток. Красота, глаз не оторвать. Ждал вашего урожая. И тут я нарвался на вас. На вашу фотку с персиками. Раньше я не обещал внимания на такие. Но нету в наших краях. Ивановская, Косовская область. С чего губы раскатывать. Но люблю привать, делать деревья сады. Ткнул мышкой, попал в ваш сад. И вот третье место. Сижу в вашем саду. Смотрю ваши фильмы. Слушаю ваши нудные. Но с каждым годом всё более разом понятное объяснение. Чего я делал не так. Но декарок накопаю. Посажу. Секатором в сад не ней. Этого письма я бы не написал. Но. Дальше демотическое выражение. Вы неоднократно показывали вредительскую книгу. Посадоводство, диражом 500 тысяч экземпляров. Дальше это самое. Он перечислил, что там ему насоветовали. Что я проделал у себя. Полный идиот. Ну а дальше надеюсь вы ставите погубленное. Я почему выделил. У нас с Вишнем совсем беда. Раньше ведра, а теперь стакан велик. Но вас уже заказал маленько. Бог даст. Спасибо вам за внимание. Поделился Александр. Так вот. Я никакой книги 500 тысяч экземпляров не знаю. Вот. Раз. Во-вторых, я никаких книг не показывал. А, нет. Показывал. Но там было 5-10 тысяч. Я помню, показывал белорусскую книгу. Вот. В общем, я ни на кого конкретно не нападал. Так. Вы сами могли на себя испытать то, что вы испытали. Я понимаю. Вот так получается. Хоть говорят, руки все не горят. Но так уж сложилось. Те, кто пишет эти книги, вот как тот товарищ, который мастер-класс проводит. Он ничего не понимает. Он как? Он опытный. Он ученый. Все. Он не ведет, что творит. Понимаете? Ну, ясно, что вода сверху вниз может только капать. Почему? Потому что силы притяжения. Об этом все знают. Вот и все. О том, что вода вверх идет, никто не знает. А это уже, так сказать, другой уровень. А человеку научили, что дерево ненужные ветки. Мало ненужные. Отрезать не только потому, что ненужные. Ну, ненужные виси. Вредные они, оказывается. Вредные. А из комсайта крона спроси его, зачем? Как теперь корни-то кто? Он отбрезал ветки-то еще без листьев. Как правило, без листьев врежут. А потом на них листья. А листьев нет. А дерево кто кормить будет? А раны их замазывать? Вот. Ну, правда, про эту книгу я не знаю. Ладно. Ну, а дальше. Мой сад без обрезки. Вот. Вот эта вот водочная вишня, да? Она же тоже штаб имеет. Ну, маленький-маленький. И вот как-то вот когда люди учат убивать деревья. Помните эти схемы? Там написано, что оставьте вы хотя бы волосы вишня в покое. Представляете, я себе штампы сделал бы. Что бы было? Нет? Уже драку понятно, что. Ну, 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 за что? Вот взял, посадил, из косточки вырастил. Ни разу не подходил с секатором. Вот она такая выросла. Выражая сумасшедшая. Правильно, берем вишню на продажу костик, потом уже что-то не прохожим. Заберите остальные, жалко. Такие эти салы. Вот. Ой, ладно. Грустная тема. Еще одним стало меньше. Федоренко умер. Волшебник, садовод. Настоящая саженца. Настоящие плоды. Вот они такие. Сравнивайте. Смотрите. Видели, какие плоды? Размер-то видели? У него вот эта вот черешня, да? А черешня, они в Сибири не растут. Вон они размером с удворной мячей яблоки, видите? Вот это вот понаделали, да? Вот это черешня. А черешня в Сибири не растет. Все они умрут. Но их продают. Привези салят. И все вранье, вранье, вранье. Что с Алтая. Я все жду. Алтайцы, предъявите одну черешню. Одну единственную. Вот. Это к вопросу о этим. И вот этот и вот выжили. Но он уже умер, конечно, не потому, что они не покупали саженцы. Саженцы великолепные. Вот. Просто умер. Конечно, обидно. Просто все. Заканчивается наша эпоха. Заканчивается эпоха, Александр Алексеевич. Заканчивается эпоха, вы назвали центром, или как там. Вот. Наш край. Все заканчивается. Больше нет этого. Эти саженцы никогда не станут деревьями. Вот. А эти умрут все до единого. Вы понимаете, что страшно? Все до единого. Все, 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 все. Ни один, ни один, ни один. Это в Средней Азии. Ни один не выживет. Я же тебе говорю не только потому, что они не морозостойки. У них предел морозостойки все 20-25. Вот. Они не гадны даже на посадку. Вот еще один. В этом году держался Володя. Я не сделал свежей фотографии. Это все уже, по-моему, уже полтора осталось, если вы считаете за садовода. То у нас осталось полтора садовода тех, кто торгует на рынке. И у него настоящие саженцы. И тут же на каждого саженец 100 саженцев. Как мне врали, две недели, нет, три. Нет. В начале июня я еще ходил. Там уже были негодные. С тоской стоял Володя с двух сторон. Одни с Крыма, другие вообще со Средней Азии продавали. Врали, что у них тут уже питомники из промежуточной. А они, знаете как, вот это трачь откуда взялось. Продать-то же не могут там. И действительно там то ли купили дом рядом в деревне. То ли снимают. То ли как, то ли это. И там, значит, эти самые саженцы. Вот это и есть дорачивание. Но они от этого менее южными-то не стали. И что интересно еще, сейчас последнее уже два часа прошло. Будем заканчивать. Это снимок старый. Я рассказывал, что когда-то я, Железов, если бы сегодняшнее знание, когда я приехал в Саиногорск, я бы в нынешних ценах занял бы, украл бы деньги. Может быть, банки бы взял под кредит. Но я бы вот этот мешок, этих самых, у бабки, этому снимку 10 лет, значит, я бы его купил за 100 тысяч рублей, не меньше. Потому что здесь одичавшие ранетки, здесь вишня сибирская штамбовая, здесь уссурийская груша настоящая. Здесь сибирка. И все получается, что это бесценная вещь. Это половина, нижняя часть моих деревьев, это половина успеха. А почему я снимок опять показываю? Ну, нет свежего. Впервые, прошло 10 лет, продавали только вот эту дрянь. Вот эту вот. И вдруг, в Саиногорце, это уже последний отчаянный шаг. У нас же как случилось? Вы знаете, что у нас творится? Я рассказываю уже просто как друзьям. Мы же должны делиться впечатлением. Вот какие-то впечатления Савинич привезет из этого. А вот мои впечатления. Их немного. Был у нас такой губернатор со скандалом. Прокатили его эти наши Хакасская республика. Знаете, почему? Все, не все знают. Ну, понятно, что малюсенькая республика, 600 тысяч жителей, заняла второе место в России. Второе место по долгам. Представляете, умудрились столько нахапать. А деньги где? Второе место рядом же республики, где много миллионов. Это ладно. И вот когда дошла республика до самой ручки, когда его взяли за горло, он не думая о последствиях сказал, ничего, учителям, врачам он сказал, ничего, идите, это было, не все вас слышали, хотя это скандал был на всю Россию. В лесу собирайте грибы, ягоды продавайте. Как возмутились все это, потому что сколько можно, человек посвятил себя учительству, лечению людей, а у лес посылают. Пролетел с треском. Но я почему это говорю? Потому что у нас рынок завален на этими, прямо зеленые ряды. Черемша, пока только черемша, черемша, черемша. Выполнили его завет, остались с голой задницей, мы помним, я вам показывал как символ, обложку книги, где там девушка с голой задницей. Мы все с голой задницей. Заваленная черемшой. Сейчас появилась эта самая лесная уже, ну, садовая, ее мало, садовая, жимолости. Вот, а лесной полно в лесу. Сейчас она горькая, если невозможно. Но пытаются ее торговать. Вот. Лечебными травами пытаются торговать. И, наконец, появилась у нас. Обратно, 10 лет на рынке этого не было. Вот. Уже самое последнее ощущение. Вот эти вот самые, корневые отводки. Вишни появились, корневые отводки непонятного назначения. Это значит, вырастут дикие яблони. Появились корневые отводки елисеянцы, груши. То есть, это сливы. В общем, опять появилось вот то, что люди сами не знают, что, потому что выкопались под яблони это яблони. Вот. Попытались продавать. Какой из тех, не знаю. Ну, это впервые, это симптом. Еще немного пересаживаемся на лошадей. А хотя нет, лошадей к тому времени уже не будет. Съедим. Так, ну что, уважаемый Алексей, оставляем. Ой, очень важно, может, сейчас все сказать. Давайте сейчас. Ваши семечки взошли неплохо, 68%. Фото одного Артема высылаю. Посажено 8 апреля. Коски заугубил на сантиметра полтора. Был большой риск засушить их. Обычно весны дует сильные ветра, хорошо прогревает солнце. Верхний слой высыхает очень быстро. Как видите, семя доли полностью не вышли на поверхность. То есть, он сознательно заглубил, хотя, ну, это почти нормально. Лучше бы полсантиметра, но, зато он правильно говорит. Она просто не взойдет, высохнет. Видите, как видите, семя доли полностью не вышли на поверхность. Это плохо или допустимо? Нужно ли освободить семя доли от почвы, или здесь корневая шейка не очень заглублена? И семя сможет вылиться здоровым. Спасибо за ответ. Важнейшее письмо и важнейший этот. Вот. Видите, косточки у него оказались снаружи, уже хорошо. Но семя доли, все-таки, а все-таки под ней есть штамп. Я вам что хочу сказать? На этом мы закончим разговор. Постарайтесь раскопать, раскопать. Как там дальше? Дальше возможно получится, если раскопать, то будет углубление. Хрен ледьки не сласит. Может быть здесь небольшой уклончик есть. Вы тогда возьмете и канавкой отведете. Но, если так оставите, если у вас обычная средняя земля, допустим, у меня может выдержать. У меня такая земля, очень большой процент песка в ней. У нас греть-то не бывает. Дождь прошел и уже сухо. То есть уже, ну то есть нет таких. Это как у Гоголя или где там было, когда лошадь утонула в колее вместе с телегой. Но это черноземы. А здесь я не знаю, но во всяком случае вот так оставлять нельзя. Надо немножко раскопать. Семидолия должна быть снаружи. Все. Пока хватит говорить. Мой любимый снимок. Ну, мы на этом закончим. Если меня слышат, дело в том, что Антон Валерьевич он сказал, что он слышать не сможет. Он совсем в другом месте настроил. Я на всякий случай ему сейчас позвоню. А может он слышит. Может он уже слышит с какого-то момента. А может я не смогу дозвониться. У меня деньги кончились на телефоне. Уважаемый клиент денег нет. Так. В общем, давайте так сделаем. Мы сейчас с вами ждем. Ждем, ждем. Если он слышит, значит. А, Савинич и Елена Александровна у нас на связи. А знает ли она его телефон? Вот вопрос. Так хочется, чтобы мы переключились на вопросы-ответы. По традиции. Так. Елена, может вы и так его номер знаете. может вам сейчас у меня еще одна симка. Нет, гудки. Может дозвонить. Антон Валерьевич, можно переключиться на вопрос-ответы? Пять минут дадим. Я сам вопрос-это. Я на кухню. Ребята нам пять минут дают. Перекурим. Все нормально, связь есть. Хоть такая. Эх, пока вот последняя, так сказать, реплика. В лес бы загнать этих самых учителей, так называемых, чтобы они посмотрели. откуда